Меня зовут Владимир Иванович и я приветствую на своем канале. Сегодня буду изготавливать столик для кофра. Это небольшое по размерам столярное изделие. Для его изготовления буду использовать бук и вставки буду делать из термодерева. Столешница будет иметь 8 углов, ножки 8 граней, царли будут украшены каким-то орнаментом. Как вы поняли, что этот столик имеет какую-то историю. Друзья, если вы знаете откуда произошли такие столики, напишите. Я думаю, такая информация будет полезна. Временное задавление будет потрачено много, много будет снято материалов. Мои подписчики просили не дробить такие фильмы, не делить их на части. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобнее, фильм затянется во времени и приятного просмотра. Следите за задавлением столика для кофе. Можете в это время приготовить себе чашечку кофе. Приятного просмотра. Изготавливать буду я из бука. Влажность 5,1-5,6%. Тридцатка доска. Вот из тридцатки я буду делать столешницу и буду изготавливать царли. Есть пятидесятка. Из пятидесятки буду изготавливать ножки. Поэтому сейчас разметка. В предыдущем фильме, друзья, я рассказывал ступенька на рейс. Вот он, итог фугования. Отличный результат. После рейс.муса ножки выглядят следующим образом. Как проверить, что углы правильно? Так вместе сложить. Они не должны шататься. Должны быть монолитной конструкцией. Эти ножки должны принять восьмигранник. Чтобы сделать восьмигранник, сначала подрежу на пиле, а потом на рейс.мусе буду окончательно доводить. Включаю стружкоцос. После пилы заготовки выглядят следующим образом. Чтобы не запутаться в грани, я на основных, которые прошли через уже рейс.мус, поставил крестик с зеленым фломастером. А вот эти грани надо теперь обрабатывать на рейс.мусе. Изготовил такое небольшое приспособление. Точно так на пиле вырезал под 45 градусов. Соединил. И вот эти детали можно укладывать. Буду укладывать так, чтобы обрабатывать поверхность, которая прошла после пилы. Обработка будет идти следующим образом. Вымеряю расстояние между фугованными гранями. И расстояние, которое должно фуговать, точно такое должно быть одинаковое. Процесс точения. Хочу показать еще одну маленькую прелесть. Задняя бабка. Такой вставляется шплинт. И конус откручивается. И смотрите, какой еще маленький конус. Чудо. Для маленьких работ, когда резец будет выходить, это предназначено для того, что детали в чистовом размере уже есть, без запаса. Посмотрите, как чудесно все стало. Форма ножки будет очень простая. Процесс точения показывать не буду. Я получу много откликов, чувствую, за эту простоту. Но, друзья, по-другому не хочу. Хочу строгую, простую. Вот такая простая ножка, но красивая. Иногда подписчики спрашивают, как раздавится чертеж. Друзья, стараюсь выполнять чертеж в масштабе один к одному. Вот это. Склеил листики бумаги А4 и нарисовал столешницу в чистом размере. 8 сегментов будет вот таких. Сегменты. На краях сегментов должна идти вставка из термодерева. Темная, светлая и сам бук. Чертеж создается следующим образом. Сначала рисую я от руки на бумаге без масштаба. Продаю форму. Задаю себе вопрос, смогу ли я эти формы выполнить на своем оборудовании. Доступно ли мне. И потом уже чертеж вычерчу в масштабе, смотрю со стороны, соотношение сторон, длины, ширины, толщины и так далее. Когда чертеж уже понравился, окончательно, тогда можно в производстве. Для изготовления столешницы, как я сказал, буду использовать бук. Это основной материал. И весь стол будет изготавливаться. И вставка будет выполнена из двух цветов. Термограб. Темное дерево. И термодуб. Сейчас порежу на ленточке. Отфугую. Прогоню через рейсмус. Сейчас работа эта скучная. После первой склейки заготовки выглядят следующим образом. Вот эти две короткие пойдут на обвязку. А вот этот пойдет в центр. Использую клейберит 300. Сейчас вот эти детали прогоню через рейсмусный станок. Потом у меня есть шаблон. Один к одному масштабе. Вырежу, конечно, с запасом эти детали. Вот так. И вот здесь маленькой вырежу вот эту деталь. И потом опять снова склеиваю эти все детали. Высушу хорошо. И потом дальнейшая обработка. Там уже более интересно будет новое соединение. Сегменты дорастил. Вот эта небольшая часть. И пришлось склеить. С другой стороны так и надо, чтобы не повело. Итак, на столешне все заготовил в 8 сегментов. Они имеют такую форму. Форму елочки. Красивая форма. Друзья, смотри какой прекрасный материал. Еще далеко до финишной отделки. А он уже как красиво смотрится. Итак, надо зарезать углы. И углы зарезать довольно-таки точно. Это треугольник. И два вот этих треугольника, собираясь вместе, образуют угол вершины 90 градусов. Значит, один угол верхний должен быть равен 45 градусов. Внутренние углы 180 градусов, минус 45. И делим на 2. Получается угол у вершины 67,5 градусов. Или 67 градусов 30 минут. Рез, друзья, очень точный и очень ответственный. Устанавливаю пилу серии Димар. Есть у меня каретка транспортир. Наклею я, как всегда, скотч малярный. Устанавливаю линейку. И делаю заметку, черточку небольшую. А дальше методом проб. Выставляю на транспортире приблизительно 67 градусов. И делаю пробный первый рез. Для измерения углов использую угломер. Хоть китайский, но выручает очень здорово. На этом угломере я выставляю 67 градусов и 30 секунд. И затягиваю. Из-за нескольких пробных резов я добиваюсь, что каретка установлена именно на этот угол. Торцую, друзья, сейчас одну сторону под углом. Потом делаю упор на каретке. Переворачиваю. И в упоре делаю вторую сторону. Деталь до упора. Здесь все поджато. Угол тот же самый. И такая получается вот деталь. Вот такой вид имеет сегменты. Чем-то похоже на зонтик. Практически, скажем, собралось очень хорошо. В любом случае, друзья, может появиться гуляющая минутка. Или пару минуток на пару будет гулять. Поэтому буду склеивать частями. Четвертушку, четвертушку, еще четвертушку и еще. Потом две четвертушки. Будет половинка. И еще одна половинка. Потом посмотрю на вот эту плоскость. Может что, я ее почищу на фуговальном станке. Буквально чуть-чуть. Я говорю, уберу эту гуляющую минутку. Я поставил номера, чтобы примерно цветовое решение совпадало. При соединении двух смежных деталей, я буду использовать фрезер. У меня Макита РП-0910. И буду использовать такую новую фрезу. Я еще в ней не пользовался, но она в пыли. Энкоровская фреза 10562. Диаметр 50. Толщина 3 миллиметра. То есть я буду использовать, как ламельник, эту фрезу. Сделаю пазы. Потом заготовлю ламельки небольшие. И с помощью этих ламелек соединю. Использую струбцину угловые. Фреза выставлена, зажата. В местах стыковки двух деталей. Сделал засечки. По угольнику провел перпендикуляры. На фрезере есть метка. Это середина фрезы. И буду ставить эту метку по линии. Буду проводить и немножко смещать. Примерно один сантиметр. Право. Вот такие получаются пазы. Прошлось изготовить такие небольшие ламели. Процесс этот совсем простенький. Буду для склейки использовать свои вловые струбцины. Они меня часто выручают. О них я очень часто рассказываю. Розетка, чтобы клей не прилип к моей струбцине. Из-за этих углов пришлось воспользоваться дополнительно струбцином. И сейчас давил, получилось хорошо. Рабочая обстановка по склейке сегментов. Четвертушки склеиваю вместе. Получается две половинки. Собираю все на ламелях. Очень хорошо. Плотненько. Вот так выглядит процесс склейки. Склеиваю две половинки. Чтобы выдумать, друзья, наверное, внутреннее чувство надо какое-то. Вот первоначально начал рисовать ножку. Мне понравился такой вариант. А потом посмотрел, что вот это элементы лишние. Упростил до такого варианта. Вот этот чертеж уже как бы рабочий. С него я беру размеры и начинаю изготавливать ножку. Сейчас буду изготавливать царги. И вот рисунок царги. Между ножками. Все в масштабе один к одному. Рассчитывал так, что есть у меня фреза форстнера 50 мм. В этой фрезу я буду высверливать круглое отверстие. Здесь фрезой 35 мм. На ленточке буду подрезать потом. И на шлифовальном машине уже выводить. Заготовил такие заготовки небольшие. Вот такая будет царга. Теперь переношу рисунок с помощью шила. Накалываю. Вставляю в сверлильный станок фрезу форстнера. И начинаю высверливать круглое отверстие. Сначала высверливаю. Тяжело удержать, но до струбцин. Если инструмент острый, отсутствуют сколы. Гладкая обработка идет. 8 деталей. 8 царх. Некоторые операции буду выполнять на станке. Прямолинейные формы прорезать. Потому что они повторяются, симметричные. Включаю стружкоотсос. Вот эти места прошел на ленточке. Где прошел лобзиком. Потом поверхность обработал дремелем. Где подрезал сапожным ножом. Где в ручном режиме пришел, ручками поработал. В любом случае получились такие царги. Теперь снять фасочку надо немножко. После фрезерования остались участки, где фреза не достает. Здесь обязательно надо подрезать. Смотрите, какой сейчас будет результат. И с другой стороны. Вот результат. И вот результат. Где подгорело, еще надо почистить немножко. Имеет такие ножки. Имеет такие царги. Вот их надо соединить. И соединить немножко под углом. Чтобы получился восьмиугольник. Соединять буду на вставной шип. А зарезать буду на своем приспособлении. Оно часто мелькает в моих фильмах. Установил приспособление на стол. Настраивается приспособление довольно таки просто. На заготовке отмечаю серединку. И серединку совмещаю с площадкой на фрезере. Это значит то, что фрезерование будет происходить точно по середине детали. По толщине середины детали. Поставил ограничения, чтобы все детали устанавливать в одно положение. Как база. На детали буду выполнять два база. Сверху и вот здесь снизу. Надо выполнить два база за один проход. Поэтому при настройке. По верхней метке устанавливаю ограничитель. По нижней метке устанавливаю второй ограничитель. И фрезер имеет такой свободный ход. Дальше, чтобы выполнить вот это фрезерование, верхнее. Еще у меня есть брусочек. Ставлю дополнительно брусочек. И фрезер будет перемещаться и выполнять фрезерование верхней части. Перемещаю вниз фрезер. Ставлю второй брусок. Здесь будет выполняться фрезерование в нижней части. Я даже поставил метки, чтобы вам было заметно. ААББ. Все очень просто. Выполняю верхнее фрезерование, потом нижнее фрезерование. Сработала автоматика. Вот такое получается фрезерование. Аккуратненько, главное быстро и главное точно. Выполняю фрезерование ножка. Настраиваю серединку площадки фрезера серединкой ноги. Использую те же самые габаритные размеры. Снизу укладываю брусок. Изготовил я пазы на деталях. Все они на одинаковом расстоянии. Ровненько. Вот такой вставной шип. Входит очень плотно. И сюда плотненько входит. Наношу клей. Их мне струбцины для рейсмуса. И вот так я сдавливаю в струбцинах. После склейки стол уже выглядит следующим образом. Уже похож на основание стола. Итак, перед этим я склеил п-образных 4 заготовки. Теперь склеил все вместе. Применил свои струбцины для рейсмуса. Очень удачно для восьмигранника получилось зажимать сначала 4 детали, а потом все остальное. Вместе собирать весь стол, наверное, было бы намного тяжелее и сложнее. Столешницу буду крепить при помощи косого шурупа. Вернее, зарезаю при помощи приспособления косой шуруп. А так устанавливаю. Засверливаю двумя дрелями. Так удобно. Теперь столешницу обработать, отшлифовать, снять фаску, прикрутить и обработка лаком. Так что остается чуть-чуть потерпите, друзья. Самое интересное. Вот так выглядит готовая столярная работа. Столик для кофе. Столешница имеет 8 углов. Выполнена из бука. И вставки выполнены из термодерева. Очень прекрасный материал бук. Имеет богатый оттенок. Термодерево сочетается прекрасно. И такая полоска совсем из темного дерева. Сарги имеют такую форму замысловатую. Ножки очень строгие. Но и подписчики напишут, что не мешало бы украсить. Соглашусь, друзья. Если столик сделать еще нарядней, потребуется ручками поработать и украсить его. Но в любом случае, я думаю, такое изделие понравится очень многим. Очень много его оценивать по достоинству. С любой стороны, с коей не пойду. Он кругом одинаковый, друзья. Задавайте вопросы. Оценивайте мой труд. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Кто знает происхождение восьмиугольных столиков, потому что это история, напишите. Я думаю, будет полезно, приятно почитать. Я вам говорю, до новых встреч. Всего вам доброго. С уважением, Владимир Иванович.